Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Новая Жизнь, и сегодня ровно неделя с тех пор, как я заложила свои голубые яйца в инкубатор. Ну, точнее, не свои, я их приобрела просто по объявлению на Авито. Их вообще продавали на еду, но я договорилась, чтобы их просто не ложили в холодильник и насобирали для меня свежих яиц голубых. Порода называется Легбар, и вот сегодня ровно неделя, как они у меня находятся в инкубаторе. Инкубатор я вам уже показывала, заказывала я его на мини-фермере. Инкубатор мне очень нравится, он бесшумный, лёгок в управлении, там есть режимы, все, которые нужно. Там даже можно выставить режимы, чтобы, если у вас вдруг кто-то любит нажимать на кнопочки и переставлять градус, там есть блокировка градуса, и никто, кроме вас, не сможет переключить температуру, сделать ниже или выше положенной температуры. Это очень удобно, и мне мой инкубатор очень нравится. Конечно, других инкубаторов у меня не было, но моя сестра недавно вылупляла тоже цыплят, и у неё инкубатор совсем другой, он такой из пенопласта, и сестра сказала, что не особо он удобен. Во-первых, у меня полностью видно все яички, поддон прозрачный, видно, как они там находятся, как они качаются, они в этих своих колыбельках, да, там автоповорот. Вот, у сестры, конечно, это всё видно не было, там маленькое только было окошко, где особо ничего не было видно, поэтому я считаю, что мой инкубатор очень даже неплох. Вот, поэтому сегодня у нас прошла ровно неделя, нам нужно снижать температуру, вот, сейчас как раз я этим и займусь. А ещё мне на почту пришла посылка, которую я заказала специально для инкубатора, это авоскоп, в котором мы сегодня с вами будем просвечивать яички и убирать неоплод, потому что плоды уже очень сильно видно, да, зародыши, которые внутри, очень хорошо уже видно, поэтому яйца, которые у нас не облодотворённые, можно убрать уже из инкубатора, зачем их понапрасну там держать. Поэтому, собственно, сегодня я сейчас съезжу за посылкой, заберу её, мы с вами вместе её распакуем, снизим температуру в инкубаторе и уже будем просвечивать яички на неоплод. Вот он, мой красавчик-инкубатор, дженовель 42, я знаю, что существует много моделей, но вот у меня такой. Смотрите, сейчас у меня температура 38, мне надо снизить её до 37,8, вот, потом я буду уже регулировать температуру по теплоте яичка, вот, если температура будет больше 38 градусов, тогда нужно будет температуру ещё снижать. Вот, не знаю, мне мой инкубатор очень нравится, и будем пробовать. И сейчас ещё вот у нас есть конденсат, водичка уже практически вся испарилась, здесь внутри есть две ванночки, одна большая, вторая маленькая. Вот на втором этапе инкубации нужно залить маленькую-маленькую ванночку, вот здесь вот с водичкой, тут есть такие дырочки, чтобы, знаете, облегчить, да, задачу. Вот сюда наливается в большую ванночку, сюда в маленькую. Вот теперь я буду наливать только в маленькую ванночку водички до третьего режима инкубации, до третьего этапа инкубации, вот, у нас будет наливаться маленькая ванночка. Всё, побежала я на почту, заберу свою посылку и будем вместе с вами распаковывать и проверять мои яички на авоскопе, на неоплод. Съездила я уже на почту за своей посылочкой, вот такая у меня ещё вишенка красивая поспевает. И сейчас вместе с вами будем делать распаковку. Сегодня распаковку буду снимать на улице, у меня здесь есть вот такой очень классный столик, здесь мы и шашлычки жарим, в общем он суперкрутой. Единственное, что от времени уже здесь плиточка отвалилась, но это всё вскоре починится, вон кусочки этой плитки лежат. И здесь я буду снимать свои видео с пересадками орхидеи. Да, тут помощник. Так, и начинаем, собственно, с саму распаковку. Сегодня у меня есть помощница, и она будет мне помогать. Всё, у нас коробочка уже открыта, поэтому этот момент... Та-да-да-дам! Так, очень люблю распаковки, это пакеты. Вот, здесь ещё очень такая интересная штучка, но её я вам покажу в следующем видео, потому что сегодня про инкубатор, про яйца, поэтому вот эту интересную вещь я вам покажу в следующем видео. Вот так вот выглядит авоскоп, единственное, что здесь нужно будет вставить батарейки, вот так вот, как обычный фонарик, но здесь есть специальная вот такая вот штучка, которая будет удобно, да, вот здесь вот будем ставить яичко наше, и просвечивать, и смотреть, есть там зародыш или нет. И Люсенька ещё нам распаковала, распотрошила, хотела сказать, распаковала. Здесь у нас должны быть термометры. Да, это они и есть, это термометры. Ими я буду проверять температуру яйца, самого яичка, потому что иногда вылуп плохо проходит, так как яйцо само очень сильно нагрето. А у неё батареи надо? Ну, там нужно вставить, да, в комплекте идут батареечки, это тоже термометр. Ну, сейчас мы всё включим, всё подключим, и уже будем проверять температуру яйца. Вот такие они, ну, в принципе, одинаковые. Распаковали мы уже все приборы, вставили батарейки. Они показывают немножечко по-разному, но я смотрю, в принципе, цифры выравниваются, так как они были с коробок, и, возможно, в коробках немножечко сбились. Ну, вот вставили мы батарейки, сейчас ждём, и вот цифры приблизительно выравниваются. Вот эти два прибора вообще показывают одинаковые показатели у них. Это температура. Эти датчики должны прикрепляться именно к яичку, и будут показывать температуру самого яйца. И мы так уже будем регулировать температуру самого инкубатора. Эти датчики показывают влажность и температуру. Влажность у меня в доме большая, я вам об этом уже говорила, 60-70%. Вот, и приборы показывают приблизительно так же. Ну, вот и всё. Сейчас давайте проверяйте на авоскопе. Вот, авоскоп. По принципу, это обычный фонарик. Вот мы в него тоже уже вставили батарейки. Вот здесь такое удобное место, куда ставить яичко. Но сейчас попробуем, что удобнее, фонарик на телефоне или авоскоп. Приступаем. Начинаем проверять на авоскопию яйца. Будем проверять по очереди и отбирать неоплод. Это яичко мы всегда просматриваем. У нас тут есть зародыш. Смотрите, он там шевелится. Давайте вот так. Вот так, хорошо? Ну, так, средний. Видишь, он там был, вот видно. Видно, да, он большой, но его как-то не очень-то. Вот он, да, вершина у нас. Вот, давайте следующее. Надолго крышку ещё пока боюсь открывать. Поэтому будем проверять пока так. Ух ты! Здесь тоже я вижу прожилки. Сам зародыш где, 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 где. Хотя я смотрела видео, и говорят, если яичко вот с такими крапинками на просвет, то это неоплод, но я вижу, я вижу венки, вот. Правда, я не пойму, где сам наш зародыш. Но венки есть, да? Ну, если честно, не видно. Вот, но есть капиллярчики, вот. Сам зародыш я не вижу, но есть капилляры. Вот, по-моему, он просто как-то, по-моему, чуть глубже. Вот видите, как же есть там шевеление. Это яичко такое, наверное, будет немножко спорный вариант. Вот, давайте так ещё посмотрим. Вот, я вижу прожилки, но... А ну, забри. Вот видите, жилки. Вот он. Нет? Ну, в общем, зародыш здесь есть. Это яичко благотворённое. Мы его оставляем в любом случае. Проверяем дальше. Видите, он здесь есть. Видно вот капилляры, сосуды. Видите, сеточка уже такая капиллярная есть. Значит, из-за родыша там тоже есть. Вот это, по-моему, он, да? Нет, вот выше. Чуть выше. Здрасте, брожи. Вот он где-то там двигается. Да, вот. Да, образы где-то глубже, наверное, идут. В общем, вот это яичко у нас тоже благотворённое. Проверяем следующее. Аккуратненько. Это яичко вообще очень тёмное, значит, здесь есть зародыш. Что-то вообще не видно, что он просвечивается. Да, потому что, вот видишь, вот так хорошо видно, смотри. Вот он, видишь? Фокус лопаю. Вот. Сетка, опять же, из сосудов. И видно сам зародыш, он прям уже такой тёмненький. Очень хорошее яичко. И вот здесь хороший воздушный у него карман. Не видно, да, наверное, будет на видео? Воздушный карман видно. Видишь, видишь? Видно, видно. Видно? Угу. Отлично. Значит, продолжаем. Это яичко тоже, я вижу, сосудики. Вот так. Видите? Вот. Прямо половинкой. На самом деле, кроме твоей руки и чёрного яйца ничего не видно больше. Да, ну как бы хорошо показать. Нет, ну просто яйцо уже чёрное, как бы зародыш. Да, ну давайте мы, наверное, тогда все яички сейчас проверим. И просто потом мы сейчас наткнёмся, когда на неоплод. Мы вам его покажем, чтобы наглядно было видно. Вот это вот явно оплодотворённое яйцо. Да, его должно видно. Да, оно уже тёмное. Вот. Сейчас, как найдём неоплод, мы вам покажем. Мои дорогие, сейчас проверяла голубые яйца. Они все оплодотворённые пока на данном этапе. Но я взяла обычное яйцо, вот обычные несушки. Вот посмотрите, да, сразу разницу вы увидите. Оно неоплодотворённое. У него нет никаких сосудиков. Оно полностью просвечивается. Да, даже не видно, где вот желток, никаких пятен, ничего не видно. Вот это домашние, обычные яйца, несушки. Но, скорее всего, может быть, были без петуха. Но вот неоплод. И перед этим я тоже проверяла, когда на телефоне брала эти яички. Они, ну как бы, большинство были неоплод. Я все не проверяла. Вот сейчас у меня такой день, когда я проверяю на неоплод. Вот это яйцо точно у нас из инкубатора уйдёт. Вот. И будем отбирать так дальше. Мы вот, когда проверили яички, нашли очень странное яйцо. Там вроде бы есть зародыш, да. Но он перестал как бы развиваться, идти дальше. У него нет сосудиков. Какой-то остановился. И вот он тоже подумал. Да, остановился на такой вот какой-то маленькой стадии развития. Я думаю, что смысла его тоже нет оставлять. Потому что все остальные уже намного более развитые, чем это яичко. Очень странно. Такое пятно просто есть, конечно, кровавое. Но ни сосудиков. Как будто он смытый. Да, ни сосудиков. Ничего там нет. Очень странно. И, кстати, все яйца, которые были от обычных несушек, тоже нет ни одного оплода. Все не оплод. Я даже сейчас хочу разбить и проверить. Я знаю, как проверять. По желтку. Там есть диск. Вот. И по этому диску можно проверить, оплод или не оплод. И вот это яичко, не знаю, наверное, разобьем, посмотрим, что там. Что там внутри. Что-то там вообще непонятно. Да, просто нет. Как бы оно оплодотворенное, но дальше не пошло развиваться. Такое бывает. Да. Такое бывает. Ну, что ж, замер. Что-то не понравилось ему. Ну, нет, ни сердцебиение, ни подвижности. Ну, да. Потому что мы уже с тусенькой тут проверяли. И нету этих сосудов. И тем более малыши прям двигаются. Видно уже яичко какое-то двигается. И он просто плавает. Тут ничего, просто точка. Все. Вот эти яички мы убрали из инкубатора. Они все не оплод. И вот одно голубое. И все от обычных курочек. Если честно, мне, конечно, наверное, обидно. Почему ни одно яичко не оплодотворенное. И теперь получается, что все голубые яйца, ну, практически все, вот только одно у нас получилось. Что и то оно оплодотворенное. Оно почему-то не стало дальше развиваться. Такое бывает. Я об этом читала. Смотрела много роликов. Вот. Поэтому, ну, ничего страшного. И не факт, что через недельку я еще буду просвечивать, да. Что еще, может быть, будут замершие плоды. Такое абсолютно нормальное явление. Такое бывает. Вот. Ну, получается, голубых яиц было 23. Вот минус 1. 22 цыпленка. Я теперь жду. Я же говорю, очень обидно, что из этих обычных куриных яиц ничего не получилось. Вот. Ну, теперь пойдут на тесто. Не знаю. Кушать их, наверное, уже не будем. А тесто можно какое-нибудь сделать. Не выкидывать же такие хорошие крупные домашние яйца. Видите, они крупнее, чем голубое яйцо. Кстати, при дневном свете, да, на солнышке оно прям сильно голубое. При искусственном свете кажется, что оно как будто белое. На самом деле прям красивого бирюзового цвета. Ну, ничего страшного. Завтра приготовим что-нибудь из этих яичек. И будем ждать 22 цыпленка. Это тоже результат. И вот эти вот термометры, которые будут проверять температуру яйца, я уже подключу, наверное, день на 10. Сегодня у нас 7-й день на 10. Я подключу к яичкам. Точнее, просто приклею вот эти датчики прям к яйцу. Вот, и буду контролировать температуру самого яйца с помощью уже инкубатора. Да, буду уменьшать температуру, смотря на температуру яйца. Ну, вот это все я вам покажу уже в следующем видео. Оставайтесь со мной. И будем ждать маленьких цыпляточек. Всем пока-пока. До новых встреч, мои хорошие. До новых видео. Разбили мы одно яйцо. Проверить на неоплод. Вот этот сам диск. Смущает, конечно, вот эта вот штучка, которая похожа на зародыш. Но нужно проверять. Вот есть диск на самом желтке. Если он белый, то значит, это не оплод. Если этот диск внутри получается, как, знаете, такой кружок. Называют как раз о-оплод. Вот, такой, как прозрачный такой вот кружочек. Тогда это оплодотворенное яичко. Здесь же у нас просто белое пятно. Я вам сейчас оставлю фотографию, как выглядит оплод. Да, вот как должен выглядеть этот диск, если яйцо оплодотворенное. Ну, вы знаете, яйца очень хорошие. Прям такой желток. Желтый, да даже оранжевый-оранжевый. И огромный просто желток. Я хочу попробовать разбить еще одно и показать вам более четко, да, как выглядит яичко-неоплод. Да, вот именно это белое пятнышко. И вот, чтобы было у вас представление, да, хорошее такое сравнение. Надеюсь, вам будет четко видно, что здесь есть вот этот диск. Он беленький, но он какой-то такой, знаете, неоднородный, что ли. Даже не пятном, а какими-то такими пятнами, да. Вот, а должен быть четкий, ровный такой кружок беленький. И внутри должна быть еще так же ровная, четкая, такая, как буковка О, как такой, знаете, кружочек. Здесь я такого не наблюдаю. Вот какое-то белое такое размытое пятнами пятно, да, диск вообще какой-то неровный, нечеткий. В общем, я так понимаю, что все эти яички неоплод. Я, конечно, новичок, и я не буду сейчас как-то, это даже не обучающее видео, это просто я пробую, с вами делюсь. Я знаю, что многие за меня переживают, и многие держат кулачки, чтобы у меня все получилось. Я просто начиталась, насмотрелась. И мне хочется с вами поделиться. И, возможно, сейчас будут смотреть видео знатоки, и меня исправят. Но мне кажется, это четкий неоплод. Вот, и вставлю фотографию, как выглядит оплодотворенное яичко. Ну, яйца вообще бомба. Просто огромные желтки, огромные сами яйца, да, и вообще, мне кажется, они даже очень вкусные. Такое обсесть. Ну, все, мои хорошие. Я надеюсь, что я смогла как-то вам показать, да, оплод, не оплод. И еще вот сестра прям настаивает, чтобы я разбила голубое яйцо. А мне что-то так жалко. И вообще, да, может положить его еще в инкубатор и подождать какое-то время. Но, по-моему, там ничего нет. Как думаете, стоит разбить или нет? Или давайте мы с вами положим его в инкубатор обратно. Вот. И я почитаю ваши комментарии, и вы мне скажете, бить или не бить. И потом мы вместе с вами решим, разбивать его или нет. Вдруг кто-то знает, кто-то посмотрит и скажет, что у этого яичка еще есть шанс. На такой хорошей нотке и закончим сегодняшнее видео. Да, дадим этому яичку еще один шанс на развитие. И завтра уже, если вдруг мне напишут, что это точно как бы ничего с него не получится, мы его вместе с вами завтра разобьем. И тогда посмотрим, что внутри этого яйца. Видите, у него характерная такая черненькая полоса. Поэтому мы с вами его сразу же и узнаем, это яичко. Пока оно отправляется обратно в инкубатор. Все. Всем пока-пока, мои хорошие. До завтра.